Ребята, привет! Ну что же, снова полночь. Снова я в своем тире. Не смог удержаться от того, чтобы не провести эксперименты перед тем, как уехать в отпуск. Надо сказать, что за последние 4 месяца фактически я работал без выходных. Хорошо, если был 1-2 выходных в месяц. В рабочие дни 12-часовой рабочий день, в выходные минимум 10-часовой рабочий день. Спасибо моей семье за то, что понимает, и спасибо за то, что взяла меня за шкербан и сказала в отпуск. Пора в отпуск. Это правильно. Я немножко притомился. Самое приятное то, что удалось подбить все свои дела. Никому ничего не должен, а тем, кому должен, не по моей вине. Ждем сейчас поставки стволов полигональных Лоттер Вальтер на производство. И сразу после этого всем, кто ждет, отдам заказные винтовки. Ну и, естественно, предварительных настроев. Напоминаю, что под описанием к видео находятся ссылки на два сайта. Если вас что-то заинтересует, не стесняйтесь, заполняйте формы, обращайтесь. Я всегда буду рад вам помочь. Что мы здесь видим? Здесь Егер версия 2. Это 6.35 с карбоновым стволом, с купленной, наконец-то, колбой. Литровый, так же, как на моем Егер Extreme Bench West Edition. Теперь мне не приходится перекидывать колбы и позволяет спокойно проводить эксперименты. Потому что дергать свою спортивную винтовку в соревновательный сезон, а он уже совсем скоро, это не разумное решение. Сегодня отстреливал очень много пуль, и видео будет долгое. Если неинтересно, переключайтесь. Значит, что я сделал? Я обратился к Starbullet и нарисовал ему то, как я вижу, исходя из того, что я знаю, и что мне говорили, пулю, которая, по моему мнению, должна полететь. Это экспансивная пуля, легкая пуля, с полукруглой сферической вогнутой задней частью, с минимальной толщиной, ну, скажем так, юбочки. И при этом отверстие под экспансивную часть должно быть достаточно большого диаметра. В основании должен быть конус этого экспансива, и передняя часть должна быть не яйцеобразной, а чуть более тупой. В итоге именно эта пуля и полетела сегодня у меня, что меня очень порадовало. Что мы отстреливали? Первое. Это пули Катюша 4 грамма. Пуля Катюша 4,7 грамма, которую я отресайзил с 6,42 до 6,38 Далее я отстреливал вот из новой пресс-формы от Старбуллета тоже 6,38 4-граммовые пули все конфигурации. Это трапеция с яйцевидной головой, трапеция с экспансивной головой, задняя вогнутая часть с экспансивной головой, задняя вогнутая часть с яйцевидной головой. Веси 4 грамма, 3,5 грамма и 3 грамма. Результаты на самом деле интересные. Я нашел за что зацепиться. Поставил к хрону отдельную камеру. Со стороны не снимал. В этом таком освещении ночью никакой информативности нет. А вот видеть я надеюсь, что мне удалось снять попадание, потому что в таких условиях очень сложно снимать через прицел. Просто сложно отстроиться адекватно и одновременно с этим видеть показания хрона и я озвучиваю давление. Вот это куда интереснее с точки зрения эксперимента. Поэтому я надеюсь вам это видео понравится. Ладно, ребята, все, я меньше чем через сутки улетаю. Пока буду отдыхать, сделаю для вас видео, загружу его, вы его посмотрите. Всем пока, а мне хорошего отдыха. До новых встречи. 4,7 грамма. Оригинал. Ресайзинг до 6,38. Продолжение следует... Продолжение следует... Катюша. 4 грамма. Обычная стрельба со 138 атмосфер. 100 метров. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Диаметр 6,38 вес 4 грамма Зад вогнутый. Субтитры создавал DimaTorzok Пуля из матрицы StarBullet 6,38 экспансивная похожа на Катюшу 100 метров с давлением 135 StarBullet 6,38 4 грамма Трапециевидная задняя часть отстрел на 100 метров со 135 атмосфер Субтитры создавал DimaTorzok Истор полет Чифис Трапе prosecution 4 грамма Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok 3,5 грамма Star Bullet 638 Сферическая вогнутая задняя часть Стреляем с 242 атмосфер Проверяем давление до 240 примерно Субтитры делал DimaTorzok 3,5 грамма Яйцевидная голова Трапециевидная Задняя часть Пули Star Bullet 3,5 6,38 Стреляю с 235 атмосфер Давление 220 атмосфер Продолжим Сделаю корректировку Сделаю корректировку 210 атмосфер Star Bullet 638 3,5 грамма Трапеция задница Тупоносая Экспансивная Пуля С вытянутой головой Стреляю с 238 атмосфер Конечное давление 222 атмосфера Катюша 3,3 грамма Оригинал 6,42 Стрельба с 238 атмосфер Стрельба с 220 атмосфер Продолжаем Старбуллет Старбуллет задняя часть. Стреляем с 235 атмосфер. Вводим корректировку. Продолжаем отстрел. Давление 215. Старбуллит 6.38, 3 грамма, тупоносый экспансив, в 233 атмосфер. Давление 218 атмосфер. Продолжим. Трельбу окончил. Давление 202 атмосфера. Продолжение следует. Видео носит исключительно исследовательский характер. Уверен, что каждый найдет в нем что-то для себя. Мои наиболее краткие выводы можно увидеть в таблице, которую вы сейчас видите перед собой на экране. Как это ни странно, но эксперименты с калибром 6.38 или 6.42 с измененной формой головы пули с экспансивом не дали сколь-либо существенное преимущество перед серийными пулями «Катюша». Также у меня есть предположение, что использование пуль с меньшим диаметром 6.38, которое изначально было направлено на уменьшение трения между ведущей частью тела пули и каналом ствола для тяжелой пули. То есть задумывалось это как раз для тяжелой пулю, которая большое ведущее тело для уменьшения сопротивления и трения. На малых весах, в частности на 3 граммах, начиная с 3,5 до 3 граммов, дает разброс по вертикали. За счет того, что длина ведущего тела уже получается недостаточной для стабильного прохождения пули по каналу. Как гипотеза, не более того. Мне очень хотелось, честно говоря, верить в то, что пули, которые я проштампую сам, оссалю, сам подготовлю, сам дадут мне какое-то существенное преимущество. Но чудо не произошло. Пока, по крайней мере. Зная себя, я абсолютно убежден в том, что я продолжу эксперименты в различных направлениях с полнотелами в 6.35. Но на данный момент я для себя делаю очень простой вывод. То, что пуля «Катюша», как мы видим, из банки фактически, или из пакетиков, я не в банках заказываю, я заказываю их в пакетиках, дает стабильный, классный результат, которому мне пока не удалось приблизиться штампованными, собственно, ручными пулями. К сожалению, это факт. Но это так. Да, и это нужно принять. Поэтому в ближайшее время, скорее всего, я продолжу эксперименты именно с серийными пулями. Возможно, я их буду отбирать по массе, там, дюбку осматривать внимательно, может быть, корректировать минимально все это дело. Но, скорее всего, стрелять я буду именно ими. Если появится что-то новое, я обязательно дам вам знать. Спасибо за просмотр этого сложного видео. Я надеюсь, что каждый извлечет из него для себя полезный урок. Всем пока.